Как развить мозг, имея негативное качество характера, привязанность определенная? Например, при курении или пении, питье, пение, пускай будет пение. Неважно, что делает человек на самом деле. Можно заметить, что при некоторых чайных церемониях человек может войти в трансовое состояние, если это делает профессионал. И дело здесь не в чае. Дело в том, что наш мозг развивается и учится всегда, когда он получает что-то новое. Но постоянно новую информацию получить не так-то просто. Ее здесь ограничено количество, несмотря на то, что, в принципе, достаточно много в этом мире. Дело в том, что когда человек делает какое-то действие, пребывая здесь и сейчас, тогда любое действие, даже то, которое человек повторял 10 тысяч раз, будет для мозга новым. Потому что каждый раз одно и то же действие приносит разные ощущения. В тот момент, когда человек здесь и сейчас, он эти ощущения может получить, почувствовать. В тот момент, когда человек где-то в мыслях параллельно, ему кажется, что, не знаю, что ему может казаться, но мозг в итоге деградирует. Вот, поэтому, в принципе, нужно внимание, если достаточно интересно делать какое-то действие, пить, курить, чистить зубы, попу чесать, не знаю. Если делать это все с осознанностью, тогда мозг развивается. Если нет, то, в принципе, когда-то человек с деменцией проснется. Потому что, в принципе, человек с деменцией, он живет где-то в своем мерке. Если этим заниматься с детства, делать что-то на параллельно жить в своем мерке, то рано или поздно может произойти такое заболевание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!